Добрый день, я Фёдор Вазьянов. Сейчас я нахожусь на поменю Днессит Тариже, дом 22, это украинский дом, в главной его комнате. Вчера здесь проходил мой показ, а сегодня я даю интервью Наташи Гузенко. Я одел 10 девушек платья, которое я снял с полотен. В тех платьях, которые я привез сюда, в Париж, их всего 10. Три платья. Это платья, которые, пожалуй, самое важное для ДНК марки Розьянов. Это чёрный квадрат, чёрный крест и чёрный круг. И они существуют уже достаточно давно. И 7 платьев совершенно новых. Это похоже на живописные полотна, в которых чуть-чуть не хватает ещё много персонажа того, кто войдёт в полотно, надев это платье. Ну вот вчера это происходило. Я вижу одежду, во-первых, как часть следы, ну как архитектура. Её очень важно, часть визуальной следы, общей. И вижу её кандом для того, кто в ней живёт. И вот с этого заследения обычно и пытаюсь, и стараюсь выстраивать всё, всё, что делаю. Так, чтобы это было, так, чтобы это было очень важно, чтобы это было комфортно, чтобы человек в этом себя чувствовал. Так, как будто бы он в своём доме, именно в своём, не в доме, специально сконфицированном для него дизайном. А чтобы этот дом стал принадлежателем тому, кто в нём. Это авангаж как принцип, как та часть искусства, которое подходит наиболее близко к каким-либо границам, он выходит за эти границы. Это мне было близко всегда. Пришло молитв, потому что он, наверное, был киевляне, и потому что мне очень понятна его амбиция. Она, мне кажется, была невероятно большая. Так, потому что он сделал то, что он сделал. Сотякий чёрный квадрат. Хотя он не первый, кто рисовал просто в чёрном первом воле. Но он первый, кто его истолковал именно так. Мне это кажется очень важно. Поэтому мне, пожалуй, интересней всего было иметь дело с Малевичем. Малевич, слава богу, объяснял то, что он делал. Мне очень близка его мысль о том, что традиционное искусство, несомненно, принося в любую картину личность художника, но тем не менее, это копия, как правило, это копия того, что создано либо творцом, либо природой, либо ещё кем-то. И художник только фиксирует какие-то объекты, созданные не им. А Малевич подошёл очень надекая к этому вопросу с точки зрения, что если художник – это настоящий художник и творец, то он должен сам создать свой же объект, который будет трудно рисовать. На самом деле чёрный квадрат – это не картина, это именно объект, который создан художником. И это как бы первообъект, это очень человеческий объект. Он считал, что квадрат – это в первую очередь символ человека. Даже так и есть в природе квадраты. Но сейчас плату уже находится, но в принципе они не встречаются почти. Поэтому это очень человеческий символ. Мне это было очень близко, мне показалось, что если это очень человеческий символ, то он должен совпадать с человеческим телом. И так оно оказалось на самом деле. Это был эксперимент, который по нему закончился. С моей точки зрения – удачно. Если вам попередил как дизайнера и следователя, и, да, наверное, все-таки дизайнера в первую очередь, и не совсем художника, хотя в последней картине, которая сделала это, наверное, художественное произведение, но я скорее делал не как художника, а как дизайнер, который пытается рассказать художника в том числе, как еще, как еще можно взаимодействовать, точнее, как еще можно творить этим способом. А тем, кто на них смотрит, зрителям, рассказать о том, что можно быть не только зрителем, а войти в картину и стать участником. То есть это как будто бы какой-то новый вид, может быть, искусство. Я не рекомендую название художника, но я рекомендую на то, что я показал, что этот таблет искусства возможен. И, примерно, в музее это совсем не такая сумасшедшая вещь, как может показаться. Мне было очень интересно в таких картинках Бангкока, чтобы увидеть вокруг мир глазами, его глазами. Конечно, интересно войти в картину Малевича, хотя и страшновато. Но я думаю, что в какой-то мере уже сделал это, и то, что я показываю, я думаю, что это как раз чуточку мир. Мир, наверное, оттуда. Еще, наверное, Магелит. Я же любопытный, поэтому, наверное, много художников. Это картинок, который мне бы хотелось войти и увидеть мир их глазами. Из корифеев, скажем, это Богомазов, это архитинка скульпта. Но еще на меня оказывают сильное влияние художники, которые рядом, которые вокруг. Это киевская школа, можно сказать. И это, наверное, очень важный для меня художник. Это Алексей Павлонов, киевлянин. Это Лена Дубавова. Это Матвей Вайсберг. И это Арха Хинжал. У них сейчас очень сильная, сильная энергия. И есть большая группа художников, которые делают замечательные вещи. Не знаю, сколько они, наверное, в мире неоцененные, но, тем не менее, я это, наверное, очень хорошо чувствую и даже пользуюсь ей.